Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Эта программа проходит в центре Сангейтс, интернет-телевидение Чикаго проект. Идет запись в прямом эфире. И мы общаемся с Елена Порецкой, экстрасенс, естественно, видящая парапсихолог. И мы в прошлой передаче говорили о такой фигуре, как Григорий Распутин. Но у меня все-таки остается буквально еще, может быть, один-два вопроса на несколько минут. Давайте мы завершим эту программу. В начале нашего рассказа, Елена, ты сказала о том, что он висит, так сказать, его субстанция или его душа висит над Россией, она не воплотилась в тело. Ну, считается, вообще-то говоря, о том, что если человек совершает какие-то очень плохие такие поступки, он может не обрести покой и не воплотиться, не инкарнироваться в другое тело. И он таки, да, зависает. Расскажи, почему ты считаешь, что он еще, скажем, не получил тело, а висит и как долго он будет там зависать? Ну, во-первых, не только плохих поступков, даже когда люди хорошие поступки делают. Все, что не отработано у человека в какой-либо реинкарнации, может заставить его определенным образом зависать астрально, предметно и даже оставаться в поколениях около тех людей, где он когда-то проживал. Соответственно, именно Распутин, если взять его пример, да, так как человек, уйдя из жизни, не отдал свои знания. Опять же, вернемся к подаче руки перед смертью, да, колдунов и экстрасенсов и тылителей. То есть какая-то передача знаний должна была произойти. У него это не произошло. Соответственно, этот класс знаний, это то, что он не может кому-то отдать сейчас уже, он с этим ушел. И это его и держит сейчас в качестве души Распутина, продолжает он там отработку служения России, ну, допустим, на астральном уровне, то есть как бы. То есть так же этот человек выходит на каких-то людей, кто действительно там работает на страну и пытается через них провести ту волю, как он раньше делал при Таре. То есть он пытается удержать что-то в положительном аспекте, как, допустим, некто жаленят, а наоборот, принести какой-то минусовой разряд в стране. Идет некое противоборство вот этих двух душ, как ни странно, да. И здесь, опять же, не секрет, что символичность фамилии Путин тоже очень символична с тем, что была фамилия Распутин. Ага. Так, может быть, он уже инкарнировался и первая часть фамилии отошла и стала другой фамилией? Нет, по моим ощущениям, Путин был все-таки другим человеком в прошлой жизни. А Распутин – это человек-целитель, который, не передав знания, так и остался символом России на астральном уровне. Как, кстати, бывает, очень многие так остаются. Дорогие друзья, обращаюсь к нашим телезрителям, радиослушателям, те, кто имеет способности к экстрасенсору, к ясновидению, целительству. Передавайте ваши знания кому-то, иначе… Вовремя, да? Вовремя передавайте, иначе зависнете, вам это надо. Елена, спасибо. Давайте мы перейдем к другой части нашей программы, пользуясь случаем о том, что вот, так сказать, посвятила нам Елена Порецкая, посвятила нам время нашему телевидению Чикаго. Вчера произошло знаменательное событие, ну, можно сказать, в масштабе мира, поскольку впервые в истории был избран президентом человек, которого не предполагалось, что он будет президентом, если все уже довольно запрограммировано во многих странах, как мы знаем, кто будет по очереди, все уже известно, там, циклы там и так далее. То здесь не было такого. И вот в прямом эфире мы видели трех президентов, которые, в общем-то, были на инаугурации, начиная с, скажем, там, в хронологическом порядке. Это был Вильям Клинтон, Билл Клинтон, это был Джордж Буш младший, это был Барак Обама, который уже, так сказать, сложил свои полномочия, ну, и президентом стал Дональд Трамп. Есть мнение, опять же, причем многих политологов, которые, не знаю, на чем они базируются, основываются, может быть, у них в штате есть тоже экстрасенсы и основидыщие, о том, что, ну, мнение, повторяю, прогнозы о том, что не добудет четыре года, которые отведены президентству. Как вы видите с точки зрения, еще раз, мы, это личное мнение, оно имеет место быть, у каждого человека мнение, это не прогнозы, и, так сказать, это аномальная ситуация, которая, если это произойдет, может создаться, никому это не надо, волнение это, но, тем не менее, справедливо, с вашей точки зрения или нет, такое мнение о том, что, вот, может быть, там, типа, что-то импичмента или так далее? Ну, я считаю, что Трамп свой срок четыре года досидит нормально, но угроза, угроза получить негатив, как один из президентов, который убили, да, в Америке, у него и у его семьи присутствует, то есть, это не секрет, то есть, Трампу нужно быть очень аккуратным, и также его семье, потому что есть, как бы, все равно половина какая-то народа в Америке не очень солидарна с ним, вот. Вы имеете в виду... Я имею в виду сторонников Филари Криттона и так далее. Ну, вы сказали о том, что один из президентов, который был убит, вы имеете в виду... Кеннеди. ...Джан Ф. Кеннеди. Как, Лена, как ты считаешь, дата была очень интересная? 11-е, 22-е, 22-е ноября. Значит, цифра 11, это нумерология, это мастер-число, цифра 22, еще более мастер-число, значит, 22-го ноября 1963, официальная версия Ли Харви Освальд, который был Марин, который был, кстати, из Минска привел жену Марину, он убил, по официальной версии президента, потом был убит сам Джеком Руби. По ощущениям, это версия, ну, опять же, это многие считают прикрытая была комиссия Уоррена. Я думаю, что это официальная версия. Надо что-то объяснить, оправдать, но на самом деле существует что-то, что загадка века продолжает быть. Я не думаю, что тут загадка, я считаю, что Кеннеди убрали те, кто потом пришел в власти в Америке. Ну, это ваше мнение, опять же, дорогие друзья, мнение Гассея учитывается, но не всегда, скажем, администрация согласна с этим мнением. Имеется в виду, что одна из версий была такая, то есть, возможно, это была. И комиссия Уоррена прислала именно к такому выводу все-таки, что это был и Харви Освальд. Но загадка века остается, поскольку официально не подтверждено. Мы можем только, скажем так, по ощущениям догадываться. Но мы сейчас говорим о том, что нынешний президент теперешний, то есть, слава богу, вы не видите ничего такого негативного. Кто бы как к нему не относился, но тем не менее он избран был. И это уже показательно. Я считаю, что этот президент пришел именно на свое место в 2014 году. У меня есть предсказание, я сегодня, кстати, смотрела старые предсказания, где я говорила, что Барк Обама уйдет, потому что нету, ну, именно ситуация с Украиной как бы его подкосит. И там сказано, что придет другой человек в Америку, который четко настроится на рост Америки внутри страны и откажется от каких-то амбиций в чужих странах и будет формировать нормальную позицию для американцев в Америке. То есть, именно пришел Трамп, я не называла имени, но именно Трамп оказался тем самым человеком. И я считаю, что он будет нормальным президентом. Единственное, что все-таки я сторонник, чтобы он немножечко оставил феминисткам и людям, и женщинам, то есть, те права, которые мы отвоевали, потому что я считаю, что не нужно загонять женщин на кухне, а надо оставить все, как есть сейчас. И просто заниматься ему своим делом на уровне благоустройства Америки для американцев. Вот что я думаю. Ну, вы знаете, он уже подписал какие-то указы, вот буквально первый день он уже подписал. Причем очень был разочарован бывший президент Барак Обама тем, что его кровоугольный камень в его политике это было Обама Кера, это медицинское, скажем, страхование. Ну, сейчас собирается, вообще-то говоря, уже две палаты проголосовали за то, чтобы вообще-то сразу отменить. А то это было там чуть ли не панацея для всех. Ну, есть сторонники, есть противники, безусловно. Ну, вот Трамп считает о том, что это было категорически плохо и неправильно. Ну, по сути, это действительно очень у вас дорого. Эта страховка медицинская, она неподъемна получается для людей? Ну, не совсем так, поскольку те люди, которые не имеют достаточного дохода, они могли себе получить страховку совсем недорого. Те, кто имеет серьезный там доход, ну, скажем, от 50 и 60 тысяч и более, да, это действительно было очень тяжело, поскольку страховка увеличилась, ну, в несколько раз буквально. Это очень дорого было. Ну, посмотрим, что будет сейчас. Посмотрим, что он сейчас делает. Я думаю, он все равно разумный человек. Скажите, Лен, а вот по поводу, скажем, отношений между странами, как ты видишь, страны, имеется в виду Россия и Соединенные Штаты, была напряженность серьезная, но сейчас, по-моему, идет тенденция к улучшению, да? Я все-таки вижу, что Трамп и Путин найдут общий язык, и это не травмирует политику Америки и политику России, как бы найдется что-то общее. Ну, каждая страна будет свои, как бы, позиции соблюдать, но при этом все равно вот будет все на грани партнерско-дружеских каких-то отношений, но не влезание друг в друга. То есть, потому что Америке сейчас нужно будет именно экономически встать на ноги, а не думать о том, чтобы рыться в каких-то других странах в поисках чего-либо, да? Хорошо, последний вопрос, который я хотел бы задать. Как-то так получилось, что мы что-то о политике, о которых мы, в принципе, не говорим, но тем не менее. Есть такая у нас страна, очень такая загадочная, я бы так сказал, страна, называется Сирия. Раньше там была Ассирия и так далее. Ванга, ну, где-то говорила о том, что вот если пойдет Сирия, то там чуть ли не мир весь развалится. Как ты видишь в этом плане? Опять же, идет сфера какая-то, борьба за сферу влияния? Там и американцы... Ну, во-первых, насчет Сирии скажу, что первое камень это Ливия, да, как бы. У меня есть предсказание для Каддафи, оно сбылось, он ушел. Честно говоря, меня удивила фатальность, ну, даже напугала, я переживала по этому поводу. Потом я поняла, почему все так случилось. И сейчас, как бы, именно Сирия, она стоит на пороге, то есть там должно все наладиться, по моим вот предсказаниям. Все-таки все идет к тому, что там урегулируется ситуация. Но, опять же, тут идет деление мира, попытка доказать кому-то, кого-то, чей было сильнее, я бы так сказала. Хорошо. Давайте мы перенесемся из-за облачных или из-за морских стран, перенесемся вот к нам прямо в офис, где, откуда ведется трансляция. Напоминаю о том, что это интернет-телевидение Чикаго. Это относительно молодой, относительно новый проект. Меня интересует вопрос, имеет ли тенденция к развитию этого канала интернет-телевидение Чикаго, и насколько популярность этого канала и от чего она зависит, будет развиваться и расти? Ну, во-первых, этот канал не должен быть слепком официальных каналов, иначе он затухнет. Во-вторых, должны быть интересные передачи, интересные люди, которые привлекут своей харизмой к вашему каналу, публику, каждый со своей стороны. Как бы должны быть какие-то развивающие проекты, передачи, которые будут давать людям ту информацию, которую, опять же, официальные телевизионные каналы и газеты там или что-то не дают. Но при этом вы не должны идти в разрез против официальных каналов, чтобы не нажить себе неприятности на федеральном каком-то уровне. Ну, очень мудрое, скажем, и замечание, и пожелание. Это абсолютно правильно, я с этим 100% согласен. Дорогие друзья, обращаясь к нашим телезрителям, радиослушателям, совсем недавно центр Сен-Гейтс объявил, сделал такое предложение, пригласить к сотрудничеству корреспондентов, дикторов. То же самое, дорогие друзья, мы делаем официально сейчас, в живом эфире. Приглашаем к сотрудничеству корреспондентов и дикторов, которые имеют какую-то очень интересную информацию. Эта информация на официальных, повторяю, каналах может быть закрыта. Это не значит, что она будет какая-то идти против правил и против законов, нет. Но это информация, которая, ну, не всем понятна, не всем интересна. И, может быть, открывает взгляд на то, что, вот, как, к примеру, мы сейчас беседуем, Селена Порецкая, которая является, кстати, одним из таких людей, интересных и обладающих харизмой, которая как раз-таки дает, во всем случае, просмотры наших программ, приносит огромное количество и каких-то комментариев, и просмотров. Так вот, мы будем очень рады сотрудничеству с вами, дорогие друзья, кто имеет такую возможность и обладает какой-то информацией, которую мы можем на нашем канале. Еще раз, это независимый канал, и он отличается, действительно, как Елена сказала, от тех каналов, которые под чем-то руководством идут. У нас нету мотивов делать на каком-то жареном, каких-то негативных вещах, делать себе, создавать репутацию, наоборот. Поэтому, пожалуйста, ваши комментарии, замечания и предложения будут восприниматься очень и очень позитивно, положительно. Ну а сейчас мы хотим попрощаться, Елена, спасибо большое за то время, которое ты нам уделила. И мы будем встречаться, дорогие друзья, с Еленой. Опять же, если будут вопросы какие-то, пожалуйста, задавайте. Мы их зададим или в этом формате интернет-телевидение, или на радиоцентре Сен-Гейтс, или в частной, так скажем, беседе с Еленой. Но кто хочет обратиться непосредственно, проживающая, пожалуйста, обращайтесь к Елене. Она всегда рада помочь. Всего доброго. Пока, Майкл. Пока, Чикаго. Спасибо, дорогие друзья. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok